Посоветую, пожалуйста. Несколько лет назад я наткнулась на эту молитву Кэрол Тикс. В чем совет, не знаю. Ну, читаю. Я вообще не помню, что Кэрол Тикс молилась. Но, видимо, так. Я расскажу, какой она... Вот здесь есть люди, кто были... Что она их заставляла нас пить. Вот здесь такой текст. Кэрол Тикс – это женщина-анапаль из партии Карлоса Кастанеты. Ученица, как и Карлоса Кастанета, дома Хвана. Значит, текст. Господи, дай мне то, что у Тебя осталось. Дай мне то, что никто не просит у Тебя. Я не прошу у Тебя ни здоровья, ни денег, ни даже помощи. Люди так часто просят у Тебя об этом, что у Тебя не могло ничего остаться. Господи, дай мне то, что у Тебя осталось. Дай мне то, что другие отказываются принимать. Мне нужна нестабильность и беспокойство. Мне нужны трудности и бесконечная борьба. О, если бы Ты дал мне это. Господи, дай мне все это раз и навсегда. Ибо вряд ли я еще раз осмелюсь просить у Тебя то, что у Тебя осталось. Дальше пишет опять автор записки. Очень глубоко запало мне в душу этот текст. И я старался следовать ей молитветы долгое время. Но сейчас я не совсем уверена. Кстати, пишется с одной буквой Н между двумя. Что это правильное намерение. От большей буквы на пути к гармонии. С одной стороны, трудности закаляют дух. С другой стороны, нужно ли сознательно к ним стремиться. Что вам сказать, чтобы никого не обидеть. Все равно, кто произносил эту марию. Кэрол Тикс, Флоринда Тоннер, Тайша Абеляр. Или даже Сильвер Мануэль. Или старая Флоринда. Или Дон Хулиан. Или Дон Ильяс. Не важно. Написано, что гарантируется. То, что в этом тексте содержится. Это вербальная вербализация. Такого намерения все принимать. Потому что позитивное принимать. Заставлять себя не надо. Ну, просто если примитивно говорить. Человек устроен так, что он отторгает негативное. Потому оно этим и называется, словом негативное. То есть нежелательное. А значит то, чего я не хочу. Подход к целостности состоит в том, что вы принимаете все. Все принимающим становитесь. Смеяетесь. Это не означает, кстати, еще раз повторюсь. Бездействие, пассивность и неактивную позицию. Нет. Это означает приятие. То есть готовность, открытость к реальности. Похоже у суфиев. Когда все. И даже если какая-то неудача. Они благодарят. Что спасибо, что ты дал именно то, что в этот момент нужно. Фактически все это, способы уговорить ум перестать сопротивляться восприятию действительности целостно. Такая, такого рода молитва, это способ эмоционально преодолеть этот барьер инстинктивный ума на отталкивание. В том числе в крайнем таком виде. Ну, на распашку себя. Это действует для человека, который делает это искренне. Как любая практика, выполняемая искренне, она, любая практика действует. Вот, теперь у вас получились, но сейчас увидела неправильное намерение. У вас начались изменки и мрачники. Вот вы, неправильное намерение, забудьте об этом. Не надо, не печальтесь. Ведь, если речь идет о тех школах и концепциях, где есть человек и есть высшее нечто. Постулируется при этом, что такой человек, какой он есть в данный момент, разделен с этим высшим. И молитва является диалогом, формой общения с этим в этот момент еще недостигнутым состоянием. Обычная молитва – это всегда просьба, что-то дать, чего-то избавить. Первого рода. Второго рода – это молитва хвала просто. Выражение восторга или рикования от того, что вы, что то с большой буквы существует. И это достигается в том числе через эмоциональную экзальтацию, когда это, как любовь, вот такая. Рвете на себе одежду, как говорится. Вы заподозрили, что что-то не так. Это баллада, рулада все. Не ерунда. Интриги ума. Способ избегания. Потом, когда вы это ощутили, на это у вас ушло несколько лет. Не печальтесь, если сейчас это не вызывает такого эффекта. Возможно, вы смирились с тем, что мир целостный. Так смиритесь же и с тем, что это вызывает у вас в данный момент, например, напряжение какое-то. Этот текст. Это ведь тоже часть всего целого. То есть спокойнее, говорит. Да-да. Вас беспокоит? Да-да. То есть все у вас хорошо. А Карл Дикс, знаете, что она? Она, когда в зале было 800 человек, она сказала в 96-м году в Лос-Анджелесе. Давайте разучим такую песню. Я мотив не помню, его, в общем, и не было. По-русски примерно так. Я сделал плохую вещь. Я сделал очень плохую вещь. И я буду наказан до самой смерти. И потом еще чуть-чуть. И все 800 человек вот так пели. Я сделал плохую вещь. Это она показывала глупость, тупиковость тех состояний, где человек себя только винит, винит, вот как при перепросмотре. Но найдя что-то, обнаружив это в себе, он не может с этим расстаться. Вот я плохой, а-а-а-а-а, все плохо. Вы обнаружили, все, это дело прошло. Если акт обнаружения состоялся, осознавание, вот вы увидели это, значит, вы уже, если вы это делаете правильно, отделены от этого. И в следующий раз, когда будет похожая ситуация, вы не купитесь на эту инерцию своего существа, накатанным путем не пройдете. А так, я надеюсь, это выдание, а так нам царкали побудуешь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.